Не все я сейчас расскажу то, что мы сейчас готовим, но хочу сказать о том, что Меджлис не останется без органа, который будет коллегиально принимать решения, а председатель вместе с этим коллегиальным органом будет его реализовывать. Хочу сказать о том, что в обсуждении этих решений обязательно будут участвовать представители Меджлиса, которые проживают на оккупированной территории. Мы такие формы конкретные разработали и мы их внедрим с того момента, когда принято им незаконное решение, им же будет объявлено вступившим силу. В первую очередь мы будем максимально укреплять наше информационное единство, разъяснительная работа, работа по оказанию помощи всем тем, которые реализовывают свои права на территории вне Крыма. Вы знаете нашу позицию, что мы призываем людей максимально оставаться в Крыму и лишь тогда, когда непосредственно есть угроза жизни человека, тогда, конечно, человек принимает решения, которые в этой ситуации для нас всех являются понятными. Но, тем не менее, очень много людей на материковой Украине, начиная с студентов и завершая людьми, которые должны быть трудоустроены. Мы имеем целые программы в этой ситуации. Кстати, недавно решение о том, чтобы построить тысячу домов в Херсонской области, значительной частью наших соотечественников в Крыму было принято, в общем-то, даже с некоторым осуждением в наш адрес. Ну, скептично, но мы здесь, видимо, не смогли им разъяснить то, что речь идет только о устройстве жильем только тех людей, которые вынужденно покинули материк, и ни один человек для того, чтобы получить жилье, не сможет переехать из Крыма, скажем, на материковую Украину. Мы будем помогать молодежи, которые учатся в университетах и захочут продолжить свое образование. Но для нас самое главное, чтобы не дать в Крыму расширяться репрессиям, для того, чтобы совершенно не оставить всех наших соотечественников без защиты со стороны международного сообщества. Поэтому международная деятельность направлена на то, чтобы максимально рассматривать положение прав человека в Крыму, для нас будет оставаться одной из главных деятельностей. Люди в Крыму, которые живут в условиях оккупации, должны чувствовать всегда внимание международного сообщества, как минимум. Продолжение следует...